Здравствуйте! В эфире программа «Между финишем и стартом» и сегодня в нашем выпуске отчет о первом и втором этапах российского чемпионата по турингу RTCC. Рады, что эта серия держится на плаву. Будем надеяться, что самые тяжелые времена для российского кольца автоспорта остались все-таки позади. В календаре соревнований RTCC в этом году значится аж 7 этапов на 6 различных трассах, в том числе в Нижнем Новгороде и Смоленске. Ну а первый этап состоялся на знакомой же участникам городской трассе в Курске. Длина трассы, сооружаемая прямо в центре Курска, 2,5 километра. Движение против часовой стрелки. Теперь несколько слов о классах. Самый скромный и бюджетный класс – национальный. Сюда относятся все специально подготовленные за каркашные десятки-двенашки, а с этого года к участию в классе допущены и калины. Класс Туринг Лайт. Традиционно самый массовый. С виду мелкие мм-эритражки вроде Ford Fiesta или C30 C2 развивают отличную скорость и очень маневрен на треке. Супер Продакшн. Это младший двухлитровый класс. Автомобили чуть дешевле и чуть медленнее Туринговых. Но практика, например, прошлого года показала, что опытный пилот на автомобиле класса Супер Продакшн вполне может догнать и перегнать Туринговых и даже побороться за лидерство в абсолюте. Ну и, наконец, самый мощный класс Туринг. Это двухлитровые автомобили с двигателем мощностью до 300 лошадиных сил. Курск встретил пилотов невероятной жарой, которая только усложняла их задачу на непростой трассе. Уже в субботу попал в серьезную аварию один из самых опытных пилотов серии Михаил Ухов. Но за ночь механикам команды ТНК Рейсинг удалось восстановить его БМВ и двухкратный чемпион России принял старт в первой гонке нового сезона с последней позиции. В перьере расположились 13 соперников, выступающих в классах Туринг и Супер Продакшн, но Ухов явно не собирался уступать без боя. Обгон следовал за обгоном и вскоре после середины дистанции Михаил вышел в лидеры. После этого довести гонку до победы для него не составило труда. Очень упорно Сергей Крылов сопротивлялся моему обгону. То есть показал, что я один раз уже практически обогнал его, он мужественно закрыл мне внутреннюю траекторию. И мне пришлось еще один круг ждать. Ну и Дмитрий Коселев, он несколько кругов сопротивлялся мне. Но, в общем-то, моя задача была усыпить его близленность, не показать, в каком месте я поеду обгонять. И поэтому, в общем, я не спешил, спокойнее. В упорной борьбе за вторую позицию сошлись два гонщика на «Хонда Сивик». Дебютант РТСС Александр Фролов из Оренбурга смог опередить победителя квалификации Дмитрия Киселева. Старт второй гонки Туринга и Супер Продакшна в первой истории РТСС давался по реверсивному принципу. Это значит, что первые шесть пилотов стартовали в обратном порядке от результатов, показанных именем в первом заезде. Но это значит, что победивший Михаил Ухов начал второй заезд с шестой позиции. Но после такого разогрева в первой гонке вновь опередить всех соперников ему не составило особого труда. В середине заезда не перелили трассу Сергей Крылов и Дмитрий Киселев. Если «Ауди» Крылова смогла продолжить движение, то «Хонда» его соперника после столкновения с бетонными блоками загорелась. Некоторое время «Пелетону» пришлось провести следуя за машиной безопасности. Но трассу быстро привели в порядок, и финиш пилоты встречали уже в боевом режиме. Безусловным победителем первого этапа стал пилот ТНК «Рейсинг» Михаил Ухов. По сумме двух заездов вторым в самом мощном зачете туринг стал оренбуржец Андрей Радошнов. Третьим действующий чемпион страны Владимир Стрельченко. На городской трассе пилот команды «Химки» «Моторспорт» не мог использовать свой главный козырь – большую мощность своего турбированного «Сиатлеон». В суперпродакшене сильнейшим дважды стал легендарный Владимир Черева, не поступавший на «Хонда Сивик». Следом оба раза финишировал еще один прославленный гонщик – москвич Виктор Казанков на автомобиле той же марки и модели, но более свежего поколения. Бронзу в утреннем заезде завоевал Андрей Николаев, а послеобеденном – Андрей Артюшин. 1600-кубовый зачет порадовал массовостью. Почти два десятка машин на старте. Однако никому так и не удалось пошатнуть лидирующие позиции «Лукойл Рейсинг» «Симфорд». С самого старта три красно-белых «Фиесты» сразу отрывались от преследователей и места на подиуме делили только их пилоты. Первую гонку на радость пурским болельщиков выиграл курянин Александр Сотников, опередивший своего напарника Михаила Козловского и пилота из Воронежа Владислава Кузьмина. Особой соперника не было, но, тем не менее, постоянно надо было находиться в тонусе, из-за того, что трасса коварная, опасная, бетонный блок и плотную, и большое количество обгонок руководит машин. Поэтому, скажем так, отлично не было. Я не могу сказать, что я очень доволен, но результатом удовлетворен. Второе место – хороший результат для первой гонки, начала сезона, мы набираем очки. Главное – не делать ошибок и продолжать это делать, отрываться с соперником. И потом все получится в конце. Во второй гонке Сотников тоже долго лидировал, однако Козловский непрерывно наседал на напарника и на предпоследнем круге сумел и ки выйти вперед. Теперь у двух пилотов порван очков в общем зачете. Борьба в национальном классе вышла еще более упорной. Явного фаворита здесь не наблюдалось. Поэтому лидерство не раз переходило из рук в руки. В итоге в утреннем заезде сильнейшим стал действующий обладатель Кубка России Алексей Филимонов из Воронежа. Оперегивший красноярцев Артема Хайдукова и Дмитрия Цикалова. А во второй гонке на первое место с последнего пробился Александр Фролов. Молодой пилот в этот день четырежды выходил на старт и два раза поднимался на подиум. В финальном заезде дня компанию на пятидестрали ему составил Алексей Филимонов и Владимирский дебютант кольцевых гонок Александр Сальников. Второй этап Russian Touring Cup Championship прошел на абсолютно новом автодроме в Нижнем Новгороде, открывшемся всего за неделю до соревнований. Погода на Нижегородском кольце радовала по-настоящему жарким летним солнцем, но для пилотов и для автомобилей эти условия нельзя назвать самыми комфортными. Перегревается мотор, плывет резина, да и просто находиться в кабине раскаленного автомобиля во время заезда физически очень тяжело. Тем не менее, дебютный гоночный уикенд на «Волге» удался на славу. Заезды проходили по второму варианту трассы, в которой не входят четвертый, пятый и шестой повороты. Протяженность круга в этом случае составляет 2850 метров. Впечатления от новой трассы у всех остались самые положительные. Новая трасса для всех новая и интересная. Мы еще изучаем ее, и судя по тестам и квалификации, тренировкам, каждая команда, каждый участник буквально улучшается по полсекунды, по секунде. Это говорит о том, что еще и не изучена трасса, и она сама по себе становится лучше и лучше в траектории, накатывается. Во-первых, она очень интересная и безопасная, то, что есть везде возможность для обгона, помещается в любом практически повороте 2-3 машины, и то, что все-таки она новая, и мало кто изучил досконально, и поэтому мы все находимся в более-менее равных условиях. В первом заезде соревновались представители класса 1600, и снова фиеста команды «Лукойл Рейсинг» лишили всех соперников даже надежды на подиум. За победу особой борьбы не было. Александр Сотников и Михаил Козловский без проблем добровелись до финиша на первом и вторых местах. Владимир Кузьмин, еще один представитель команды «Лукойл» в Туринг-Лайте, после неудачного старта был вынужден реабилитироваться большую часть гонки. После схода новой из участников класса «Национальный» гонку пришлось приостановить, так как автомобиль остановился в опасном месте. Сэйфи-Тикара нивелировал огромный отрыв от участников Сотникова и Козловского, а также позволил Кузьмину вернуться на третью позицию во время рестарта. В итоге Сотников финишировал первым, Козловский вторым, Кузьмин третий. В классе Туринг снова никто не смог поставить под сомнение безраздельное лидерство Михаила Ухова. Он удачно стартовал и по ходу гонки только наращивал свое преимущество. Позади лидера ТНК «Рейсинг» шли сражения за места в первой пятерке. Противоборцы начались прямо на старте. Владимир Стрельченко ошибся в первом повороте и к нему подобрался Андрей Радошнов, а напарник Ухова Максим Попов начал притинговать Сергея Крылова. Но вскоре Попов столкнулся с техническими проблемами и вынужден был заехать на пиплей. За счетом Супер Продакшн Владимир Чаревань и Андрей Артюшин уверенно обыграли всех соперников в обоих заездах. На протяжении всего первого заезда за третье место борьба шла между Николаем Карамышевым и Андреем Николаевым. Настойчивый Карамышев все-таки смог пройти Николаева на последних километрах заезда. Ну а лидер заезда Владимир Чаревань спокойно финишировал первым. Второй заезд в классе 1600 выдался более оживленным, чем первый. По правилам реверсивной стартовой решетки победителю первого заезда пришлось стартовать с третьего ряда. Однако лукойловцы откладывать дело в долгий ящик не стали и в случае первой связки умудрились выйти на лидирующие позиции. Кузьмин не стал рисковать и остался на шестом месте. А дальше повторилась ситуация первого этапа. Козловский долго держался неподалеку от своего напарника и на первой же ошибке обошел его и финишировал первым. Владислав Кузьмин снова по ходу заезда смог выбраться на третье место и составить своим напарникам компанию на подиуме. Ну второй старт на самом деле получился неплохо, вот до первого поворота. После чего в первом повороте внутренняя машина облокотившаяся на меня, мы вместе просто выехали с трассы. Вот пропахали там первый поворот, срезали все дружно, в любой. После чего мне не очень повезло на разгоне по грязной части трассы и я немного отстал. Но на первом же круге в принципе всех соперников одолел и за Сашей Сотниковым уехал в погоню. Ну а дальше сами видели, потихоньку догонял, догонял, ждал в принципе ближе к окончании заезда. Ну и Саша допустил небольшую ошибку в лемб вороте, ей я и воспользовался, собственно говоря, и вышел на первое место. Да, естественно, я уже уяснил для себя места, где я быстрее, где мне стоит наоборот подтянуться к соперникам. То есть в целом ситуация ясна, мы будем работать, у нас достаточно данных, будем анализировать и к следующему этапу, думаю, мы добьемся определенного прогресса. В национальном классе, который, напомню, выступает в одном заезде с Туринглайд, борьба была еще жестче и бескомпромиссней. Чему пилоты Туринглайда были совсем не рады, ведь лады постоянно выносили песок и без того скользкие повороты. Первый поворот там был вообще замес, там справа и слева, я даже не понял, кто там стукает, в зеркала сложили. Потом пришлось одной рукой выпрямлять зеркало, чтобы хоть что-то видеть, что сзади происходит. Ну, понравилось очень, впечатление масса. Победителем из этих баталий вышел Антон Жбара. Далее финишировали Артем Хайтоков и Дмитрий Цикал. Ну, старт был феноменальный, то есть там со старта в позиции 10, наверное, первые контакта вообще не было. То есть все где-то замесились, я между ними прошел. Такое ощущение, что был 18-м со старта в объединенной 1600, а после этих двух поворотов такое ощущение, что 8-й где-то ехал. Ну, может, путаю. Очень интересно было. И потом все 18 кругов, группа, наверное, из 5-6 машин ехала бампер в бампер, плюс-минус 10 метров отодвигались. Там кто-то ошибался, кто-то догонял. Очень интересно было, понравилось. Но самым напряженным и увлекательным стал финальный заезд уикенда в двухлитровом классе. Снова реверсивный старт. Первой шестерке обещал подарить дополнительную три губонки. После стартовый поворот стал настоящим полем битвы. Более разумному и уверенному в своих силах Ухову пришлось переждать эту схватку на обочине. Хлопот больше всех задоставил Владимир Стреченко, потому что мне пришлось его обгонять два раза. И первый раз он счел возможным контратаковать. И подъезжая к скоростной связке, уже начал смотреть в другую сторону, и мне пришлось ехать на землю. Не смог помочь лидеру команды Максим Попов. На старте он опередил Ухова, но вскоре вернулся на исходную позицию и даже пропустил соперника. Его прошел Радошнов. А ближе к финишу Попов столкнулся с Дмитрием Киселевым. После чего Киселеву удалось продолжить движение, а машина Попова замерла на выходе из девятого поворота. Оба раза на втором этапе на подиум вместе с Уховым поднимались Андрей Радошнов из команды 27РТ и действующий чемпион страны Владимир Стрельченко, традиционно выступающий за команду Химки Моторспорт. В планах Радошнова на будущий этап сместить Таги Ухова с первой ступеньки пьедестала, но пока статистика говорит сама за себя. На счету Ухова 4 победы из 4 возможных. Планируем пораньше приехать, потренироваться и бороться за первое место. Следующие два этапа РТС с разницей в неделю пройдут в Красноярске на ортодроме Красное Кольцо. Без сомнения местные гонщики, которым домашняя трасса прекрасно знакома, попытаются взять реванш за первые два этапа. О том, как будут развиваться события в российском туринговом чемпионате мы расскажем вам в следующих выпусках программы «Между финишем и стартом». Редактор субтитров А.Семкин